Доброту Славка, не сказать, наверное, чтоб был прям таким долгожданным ребёнком, неожиданным, случайным, но безумным таким любимым. Ну, наверное, ну, любимым и мной. Мне казалось тогда, ну, любимым папой. Ну, наверное, так оно и было. Ну, казалось, что развивается, наверное, как и все остальные дети. Ну, может быть, немножко отличается, но каждый же индивидуален. А в два года пошёл в сад. Есть и психолог, есть и воспитатели. В течение года никто ничего не говорил. Майя пришёл новый психолог. И в какой-то момент она начала рассказывать о том, что Славка ходит кругами, бегает кругами по группе, ни с кем не общается, ни с кем не играет, а вроде бы должен. Мы так подумали, ну, ничего страшного нам нет. Плюс мы собирались, в принципе, в другой сад идти. Пришли мы в сентябре в глазной сад. Ну, объяснили проблему, что ребёнок до сих пор находит в туалет, что не говорит. Ну, то есть озвучили весь спектр проблем. И где-то, наверное, через месяц нам мягко, нас так попросили забрать ребёнка из сада. Но вообще стараться больше не приводить, потому что на контакт с детьми он не идёт. Он забирается на высокие подоконники, смотрит в окно, ни с кем не общается. Лечение светом не получается, потому что он не говорит, контакта нет. И смысл его нахождения в этом саду нет никакого. Идите к психиатру и решайте свои вопросы. Ну, поехали к психиатру. Посмотрели врачи. Врач посмотрел и сказал, да. Наш случай. Понятное дело, что долго мы отказывались от этого. Понимание того, что это всё действительно проявление аутизма, потому что, ну как же, он вроде бы и смотрит в глаза. Он же с нами-то общается. Пошли к второму врачу. Второй врач говорит то же самое. Пошли к третьему врачу. Третий врач говорит то же самое. Четвёртый врач предложил его госпитализировать. Ну, врачи, все врачи, которых мы прошли, нам предложили один единственный препарат, на который я также долго не соглашалась. Он говорил, что не надо его давать. Тем более, в той дозе, в которой все рекомендовали, это галперидол. До сих пор он применяется в психиатрических клиниках для лечения шизофрии. Но, опять же, говорят, ну надо же что-то делать, надо же как-то лечить. Не важно, что это не болезнь, это состояние, это не лечится, из-за этого выводят. В общем-то, это состояние помогает людям. Но, в обычном, надо же чем-то лечить. Ну, вот мы начали так лечить. В чем заключалось изначально? То, что мы делали, это была лекотека, и это была ипотерапия. Когда мы начали рассказывать про центр Логомед в саду. И вот одна из мам говорит, а мы вот ходим в Логомед, и вот мы там уже прошли вторую реабилитацию. Нам очень-очень-очень понравилось. Ну, вот, то есть он прям вот заговорил ребенку, все хорошо. Вот я задумалась, может, еще и сюда, и вот мы пришли вот сюда к неврологу, прошли нам, написали какую-то программу о том, что нужно делать. И вот мы прошли реабилитацию в июле. Есть подвижки? Ну, какие-то непонятные. Как-то, ну, никто и не ждал такого прям сразу результата, потому что говорили, что, может быть, результат будет и не сразу. Как-то вот сразу же в первую реабилитацию она получила, что мы взяли музыкальные занятия. Славке понравилось. Хорошо хочет, что он нравится, хочет чем-то он занимается. Какие-то занятия мы решили оставить на регулярной основе. С психологом стали заниматься, сон говорит, ау. Она, наверное, тогда в тот момент стала каким-то конденизатором, что ли, потому что она вышла и сказала, темнота. Вот это слово темнота, вот это я говорю в пустоту, он меня не слышит. Тогда я испугалась. Я поняла, что действительно мой ребенок меня не слышит, он никого не слышит. Он находится где-то в себе, и то, что он кричит, пытается где-то, может быть, докричаться до нас, а мы не слышим. А были уже случаи, когда посередине дороги между светофорами он бросался, ему нужно было перейти дорогу. Именно здесь. То есть не до светофора, не до одного, не до второго, а вот просто здесь он ложился, вот мне надо здесь, и все. А машины едут, они не останавливаются. Я держу его ногами, руками, а мимо идут люди, спрашивают, а это вообще ваш ребенок? А я стою, у меня слезы, у меня сил нет его уже держать. И в тот момент я абсолютно не понимала, что делать дальше. То есть просто не... Ну, не то, что безысходность, но ты не знаешь, ты вроде бы стучишься куда-то, ты что-то делаешь, а делаешь, наверное, что-то не то. Посоветовали тогда, вот здесь же, в Лугомеде, посоветовали хорошего психиатра. Вот этот врач, первый, первый врач из всех, пятерых, шестерых, которые мы прошли, посоветовал абсолютно другой препарат. Более современный, более легкий. Мы на него сразу перешли. Ну, уложилась вторая реабилитация практически сразу. Психолог, нейропсихолог, мышечковая стимуляция, все. Ну, опять же, теперь тот же самый комплекс. Как-то потихонечку-потихонечку я начала понимать, что он меня слышит. Не то, чтобы у нас там с ним диалог пошел, но он стал прислушиваться. А потом в какой-то момент мы пошли гулять. Я случайно взяла самокат, который просто стоял и пылился, потому что он не хотел, не понимал, не знал, как это. И он поехал на этом самокате. Ему очень понравилось. И он понял, что можно набирать скорость на нем. Как это здорово. Дальше я поняла, что я за ним не успеваю, что я привыкла, что я его всегда вижу. А тут вдруг 100-200 метров, и я его не вижу никак. Вот в этот момент мне пришло в голову купить себе самокат. И когда мы вышли с ним вдвоем, первый раз. Он поехал, он обернулся и увидел, что еду я за ним. Вот тут надо было видеть вот это счастье в глазах у него. Я увидела, что он рад, что он рад, что он что-то делает вместе со мной. Вот здесь мы начали с ним друг друга, наверное, понимать. А дальше в какой-то момент поехали мы с тобой к Баргольково. Ну, поехали. Он уехал, а потом он подъезжает, так вот ко мне, поднимает за ногу, говорит. Мама, я такая, да, я тебя люблю. Так смотрю, и начинаю опять плакать. А подруга у меня смотрит, говорит, ты чего? Ну, а он мне первый раз сказал, что он меня любит. Ну, на Новый год он у меня попросил пианино. Ну, я его купил такой небольшой синтезатор. С тех пор у нас каждый день дома музыка. Вот он выбирает мелодии. Я на слух писал. Я не знаю, ну, как-то само собой пошло. Сначала это были постоянные повторы, повторы, повторы. А дальше как-то, значит, все-таки сначала коротко говорить. Да, нет. Потом все-таки пошло. Ты нам идти, не мешай. С тебя страницы не искай. Ну, это, наверное, все вместе. Это и работа в центре, это и работа дома, и работа вместе с ним, и работа над собой. Входим к психиатру, и она очень-очень рада. То есть она тоже видит прогресс. Причем она даже уже говорит о том, что, возможно, скоро мы снимем этот препарат. У него взяли на целый день. Ну, это акционный сад, это моя группа. Он играет с детишками. Вот он даже что-то рассказывает. Он на всех утренков читает самые большие стихи, которые, возможно, потому что память у него хорошая. Очень нравится ему с музыкальным педагогом там заниматься. Все им довольны. И вот дефектолог... Мне правда приятно слышать, когда мама говорит, ну, чувак. Сегодня вот привела, встретила старшего дефектолога. И она сказала, что какой же он молодец, как же его всех ловят. Понятное дело, что меня отрадно это слышит, потому что еще два года назад я слышала практически о том, что ребенок безнадежен и вообще непонятно, что с него получится. Специалисты, которые с ним занимаются, говорят, что в инфекте был выше среднего, далеко выше среднего. Идем мы в общепродавательную школу. Правда, там класс специальный, где математика, чтение, русские предметы, которые требуют повышенной внимательности, будут проходить, где их будет 6 человек. А такие, как музыка, физкультура, рисование, будут проходить уже в других классах, где посмотрим, как у нас получится. Учиться все вместе в 5-шпуте. Учиться все вместе в 5-шпуте. Учиться все вместе в 5-шпуте.